МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Минус 4 получает все еще де-юр и секретарь регионального отделения новых людей Тамара Новицкая. Псковские однопартийцы кандидата Владислава Дованкова не активизировали агитационную работу даже на финише кампании по выборам президента. Дованков стал единственным кандидатом, у кого в Псковской области не было доверенных лиц и, соответственно, представителей на дебатах. Так что прогнозируем скорую потерю госпожей Новицкой руководящего поста. Давайте мериться рейтингами. На минус 3 оцениваем выступление на предвыборных теледебатах коммуниста Сергея Матвеева, все-таки зарегистрированного доверенным лицом кандидата на пост президента от КПРФ Николая Харитонова. На ТВ он приезжает, но выступления его выглядят крайне неактуально. Коммунист то воюет с шайкой покойного Ельцина, то главной проблемой страны называет расстрел Верховного Совета, то цитирует уже ушедшего в мир иной сатирика Задорного, то ругает генерала Сигуткина, которого в Пскове в последний раз видели 20 лет назад. Складывается впечатление, что оратор остался в тех самых лихих 90-х. Давайте мериться рейтингами. Двойку заносим в дневник председателя комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области Вадима Недика. Причина в том, что общественники по собственной инициативе проводят виртуальную реставрацию шести памятников архитектуры федерального значения. Жаль, что эти памятники никак не дождутся реальной реставрации. И странно, что такая инициатива группы энтузиастов не получает поддержки со стороны возглавляемого господином Недиком комитета. Давайте мериться рейтингами. Минус один получает пыталовская глава Вера Кондратьева, которая, как и любой районный руководитель, в ответе за все в своем муниципальном образовании. Как установила прокуратура, в нарушении закона муниципальное предприятие пыталовские теплосети без согласия собственника и проведения конкурса предоставило индивидуальному предпринимателю в аренду нежилое помещение по договору безвозмездного пользования. Арбитражный суд Псковской области согласился с исковым требованием прокурора и признал указанный договор ничтожным. Давайте мериться рейтингами. Нейтральную оценку ноль ставим бизнесмену, депутату Великолугской городской думы Денису Монштукову. Менеджер, известный по работе в качестве гендиректора ЗАО ЗЕТО и замглавы города на общественных началах, получил новое назначение. Он стал исполнительным директором Великолугского механического завода. Как обычно, в таких ситуациях ставим нейтральную оценку, а с плюсами и минусами определимся позже, по результатам деятельности на новом посту. Давайте мериться рейтингами. Плюс один получает депутат Псковского областного собрания, руководитель регионального отделения партии «Яблоко» Артур Гайдук. Отмечаем активную позицию представителя оппозиционной партии в региональном парламенте, который сложа руки не сидит, регулярно пишет запросы, поднимает проблемы муниципальных образований и выступает с инициативами. Давайте мериться рейтингами. Положительную оценку плюс два заработала председатель общественной палаты Псковской области Наталья Горбачева. В минувшую неделю она вместе с коллегами провела региональный форум наблюдателей, на котором, как заявлялось, прошла сверка часов перед президентскими выборами. Мероприятия такого формата в нашем регионе общественники провели впервые. Давайте мериться рейтингами. Рочкой выше на плюс три расположился главный врач областной клинической больницы Евгений Панферов. Положительной оценкой отмечаем активную общественную деятельность доктора и его содержательное выступление на радио по ЛНФМ в ходе круглого стола, посвященного финиширующей избирательной кампании. Давайте мериться рейтингами. Плюс четыре по совокупности факторов ставим в главе Пскова Борису Ёлкину. Городоначальник, как и прежде, активен, открыт в СМИ, регулярно информирует горожан о работе властей. Особо отметим два эпизода на минувшей неделе. Во-первых, сразу после обращения неравнодушного Псковича к Ёлкину закрасили свастику рядом со зданием ИСТФАКа Псков ГУ, на которую в учебном заведении не реагировали давным-давно. Во-вторых, глава города встретился с Псковичкой, чемпионкой России по прыжкам в высоту Натальей Спиридоновой, поздравил ее с 8 марта и пообещал помочь нашим легкоатлетам. Давайте мериться рейтингами! Максимально высокую оценку «плюс 5» получает председатель областной избирательной комиссии Игорь Сопов. Обл. Сбирком пока проводит идеальную кампанию. На минувшей неделе успешно завершен проект «Информ УИК» по информированию жителей области о выборах. Сотрудники комиссии посетили более 90% домовладений, а в среду глава областной комиссии презентовал модельный избирательный участок и участок для голосования граждан РФ, проживающих за рубежом на границе. Давайте мериться рейтингами! Это был обзор политической активности от господина Рейтингомера. До новых встреч! Еженедельно, субъективно и задорно оценка активности псковских политиков, общественников и прочих публичных персон в программе Рейтингомер. Давайте мериться рейтингами! Рейтингомер